Я приветствую всех зрителей телеканала Самаргиз. Вы смотрите программу «Универсальный формат» в студии Юлии Север. Как всегда, мы работаем в прямом эфире, а это дает вам возможность дозвониться к нам, задать свои вопросы, высказать свое мнение, передать приветы, ну и, конечно же, выиграть подарочные призы. А сегодня разыграем, кстати говоря, билет в кино в «Кинвертикаль». Хотите узнать, как получить? Смотрите наш эфир, позже все расскажу. Что ж, вот и отметили мы юбилейный день космонавтики. 55 лет назад, 12 апреля, Юрий Гагарин стартовал в космос. И это действительно событие, которое запомнится не только для нашей страны, но и для всего мира. Знаковое событие. В Самаре, день космонавтики, очень широко прогремел этот праздник, очень много мероприятий интересных прошли. Да вообще, вся неделя была космическая. Так и назвали мы тему нашего сегодняшнего эфира. Космическая неделя. 202.11.22, можете к нам дозвониться, поздравить, быть может, с днем космонавтики, потому что сейчас еще актуально поздравление. Рассказайте, на каком мероприятии побывали вы, что вам понравилось, что запомнилось, потому что было очень много праздничных площадок. Быть может, где-то поучаствовали, быть может, где-то засветились. Кстати говоря, сегодня будет показано очень много интересных сюжетов. Смотрите, там тоже себя можете увидеть. Наверняка на праздники вы побывали. Так, ну а мы сегодня расскажем о тоже очень интересных событиях, очень интересных мероприятиях, которые прошли буквально недавно у нас в Самаре. И первых гостей, которых хочу представить в студии, это у нас Самарская областная юношеская библиотека в лице Натальи Петровны Макаровой, директора. Здравствуйте. И Дарья Баранова, заведующая Центром социализации и адаптации молодежи и организатором мероприятий, которые как раз сегодня поговорим в эфире. У вас, ну тоже, да, в космическую неделю как раз уложились. Здесь прошло такое мероприятие под очень интересным названием «108 минут на библиотечной орбите». Рассказывайте, пожалуйста, когда состоялось, в чем суть была его. По крайней мере, пока давайте именно об этом мероприятии поговорим. Дарья, как вы говорите? Дарья, мы стартовали в 14.00 в Самарской областной юношеской библиотеке. Собралось очень-очень-очень много народа, в основном юноши и девушки от 14 до 25 лет. И мы открыли свой праздничный день 108 минутами на библиотечной орбите. Было такое небольшое открытие, где выступал Павел Шляпников, который совсем недавно вернулся с Байконура. В программе вообще было у нас очень много разнообразных площадок. Их 10. Мы сделали упор и на интеллектуальную деятельность, и на творческую, даже на физическую. Слушайте, это очень интересно. По площадкам пройдемся определенно по всем, потому что насыщенная программа была. Но кроме этого мероприятия 108 минут на библиотечной орбите. Что-то еще наверняка же библиотека проводила, поддерживала? На самом деле необходимо сказать о том, что помимо того, что вот сейчас уже начала рассказывать Дарья, конечно, и о чем вы говорили в начале этой передачи, конечно, это очень важное событие именно для россиян. Потому что это действительно такой мировой масштаб, и освоение космоса, наверное, не может оставить безразличным ни одного жителя Земли. И здесь вот мы действительно, мы первые. Это один из действительно таких серьезных, главных праздников нашей страны. И поэтому мы, как библиотека, которая ориентируется на работу именно с молодежью, поскольку это наша главная, наша основная, целевая аудитория, не считаем для себя возможным отвести этому всего лишь день, в году и вообще в нашей жизни. Поэтому вот этому выходу, этому очень красивому празднику предшествовала, я не могу сказать, назвать это работой. Действительно вот какая-то такая очень серьезная, вдумчивая, настоящая, очень продолжительная деятельность. И не только, и не столько сотрудников библиотеки, сколько вот действительно наших читателей, посетителей наших клубов, участников наших, горячо нами любимых, нашего волонтерского центра, который как раз тоже возглавляет нашу замечательную Дарья Владимировна. И поэтому вот все то, что произошло 8 апреля на нашей площадке, и не только, надо дома захватили практически часть города, наш любимый молодежный проспект, нашего замечательного партнера Самару Космическую, прошли вот этот длинный путь к Союзу-1, к ракете, выстраивали свою ракету из книг, которую тоже назвали Союз-1 в честь этого замечательного события. То есть иными словами, вот все то многообразие, которое случилось однажды, да, в честь этого замечательного, громкого, главного для нас праздника, явилось вот результатом вот этой вот долгой, кропотливой работы и такой разносторонней деятельности. И здесь вот ребята, просто они, ну, собственно говоря, вовлечены в это во все, являются не зрителями, а непосредственными участниками вот того, что создавалось. Мы как раз сейчас видим фотографии, поэтому так вот поясняйте нам, мы видели уже собачку, вот такой разапуск, да. Да, 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 вот предыдущие фотографии, это выставка наша замечательная, интерактивная, они покоряли космос, которая также силами волонтерского центра нашего была сделана. Вот это ракета. Да, это ракета книжная, да. Слушайте, как... Начало шествия и кульминации, это вот когда отпускали вот этот замечательный воздушный корабль, состоящий из 119 шаров, каждый из которых символизировал одного из 119 российских космонавтов, которые на сегодняшний день уже побывали в космосе. Это вот Павел как раз с Беканурина, замечательный. Да, Павел Шляпников, замечательный. Ну и все то многообразие, да, это площадка робототехники, и космическая кулинария. То есть вот действительно вот спектр поистине был очень широкий, потому что космос в нашей жизни, это вот как раз... Да, космическая кулинария, гастрономические радости. Гастрономические радости. Но нужно сказать, конечно, что помимо вот... Это стрелка, белка, кто? Что за собачка? Это да, это в честь наших замечательных белки и стрелки, которые отправились в космос немножечко раньше. Вот, но тем не менее. И вот здесь уже идут фотографии нашего замечательного партнера, Самарского, уже предыдущего фото, Самарского областного историко-криевического музея имени Петра Владимировича Алабина. Нужно сказать, что помимо вот самих молодых людей, конечно, такие вот праздники, такие события, крупномасштабные, безусловно, можно сделать только вместе в партнерстве, создавая какой-то синергетический эффект. Вот, и, ну, я не знаю, я надеюсь, что остальные наши партнеры не обидятся, о них можно прочитать на нашем сайте, в наших группах в социальных сетях. Мы им всем очень благодарны. Но сегодня мы хотели бы вот выделить одного из них, это Самарский областной историко-криевический музей имени Петра Владимировича Алабина, где мы вместе вот с коллективом музея начали как бы мероприятие на нашей площадке, как бы они завершили наш день, это вечерняя программа, замечательная, посвященная там моде, танцам и всему тому, что было связано с бытом того времени. Вот, а наша часть была такая больше связанная с научно-техническим прогрессом, вот как раз со всеми теми вещами, о которых мы посмотрели только сейчас фото. И мы с удовольствием тоже пришли потом на площадку музея, где показали свой замечательный проект дуровологии, вот на фоне как раз показа мод, вот, и деятельность своего клуба по... Помогите мне, Дарья Владимировна, все время забывай. Калажная. Да. Калажная мастерская. Калажная мастерская по калажному искусству. И, ну, я увлеклась, наверное, уже, Даша. Расскажи, как мы делали мультик, наверное, еще. Это очень интересно. Так, ну, кстати, по поводу калажной анимации, да. Расскажите нам конкретно по этой части ваших программ, потому что я так понимаю, что это было завершающей точкой. Так, я имею в виду именно в этом мероприятии. Да, да, да. Завершающая точка как раз была калажная анимация. Кстати говоря, это, наверное, уникальная площадка, где создаются калажи вообще во всей Самарской области. Единственная площадка у нас в Самаре на библиотеке. Есть как раз-таки такая мастерская, где мы создавали калаж. Специальной темой как раз был космос. И ролик так и называется «Полет на Марс». И ребята, участники не только вот этой мастерской, но и участники 108-минутного путешествия космического тоже приняли участие в этом процессе. Они создавали калажи, вырезали из журналов, создавали свою композицию. То есть ролик должен был быть наполнен сюжетом. Я просто сейчас поясню нашим телезрителям. Да, я видела, у нас есть как раз ролик такой мультипликационный, как это все создавалось. Я лично даже не поняла, из чего это, честно, когда первый раз так вдумывала, что же это такое. То есть это все из журналов. Да, это журналы. Ну, я предлагаю посмотреть. Конечно, давайте посмотрим. Давайте создаваться этот анимационный ролик, и после вернемся в студию. Студикс Поехали! Поехали! Дорогие наши телезрители, ну вы поняли, что все это сделано из бумаги, что это просто-напросто ручной труд, ручная работа. Кстати, как долго времени уходит, как много времени уходит на создание такого анимационного ролика? Ну, вот на этот ролик ушло два часа. Это без монтажа, естественно. Вот чтобы создать, нужно было два часа. Слушай, ну это очень интересно. Кто, кстати, может, ну сейчас не помимо, да, не говорим именно о космической теме, я так понимаю, что студия работает. Кто, кстати, может прийти? И кого ждете? Абсолютно. Любой молодой человек, живущий в Самарской области, или приехавший сюда по гостителе на учебу, вот, можно записаться, опять же, на нашем сайте в группе ВКонтакте, или придя лично, занимаются они каждую неделю, по вторникам, да? Нет, среда и суббота. Среда, суббота. Среда, суббота. То есть, в принципе, ну я так понимаю, вся информация и на сайте, и в группе ВКонтакте. Да, и припотлосхудожественной мастерской. Да, да. Ну, все это есть. Ну, дорогие телезрители, здесь не можем не сделать репост в своей группе в универсальном формате. Спасибо. Обязательно, да, ваши контакты там опубликуем, чтобы вам было легче, если что, перейти, посмотреть, записаться, поучаствовать в таком интересном действии. Вообще, на самом деле, клубная деятельность, мы здесь не перечислили далеко не все, там я сейчас приведу еще один пример. Одним из экспонатов выставки, которая была на фото, они покорили космос, была в том числе работа на площадке Космический комикс. Да, это наш замечательный клуб комиксов, который тоже работает на площадке Самарской областной юношеской библиотеки, куда тоже может вступить и записаться абсолютно любой молодой человек. И нужно сказать, что вот подобные вещи, результат мы сейчас очень интересный увидели, ну, создаются практически каждую неделю в нашей библиотеке, поскольку каждый день занят каким-то клубом. То есть, условно говоря, мы работаем, кстати, нужно сказать, что мы продлили время работы в этом году, в 2016-м, посвятили все это космической теме. Да, говорим сегодня, это на самом деле уже такая ремарка. Это очень актуально, да, действительно. Вот, поэтому придя каждый день вечером в библиотеку, вы можете почитать, не только почитать книги, это обязательно нужно делать, но и поучаствовать в деятельности. Инновационные практически, потому что действительно какие-то мультики, комиксы, это, ну, за этим будущее, я думаю, какая-то такая новая культура, новая изобразительная культура, я бы сказала. Так, хорошо, давайте немножко еще раз по программе пройдемся. То есть, вначале было такое открытие масштабное, правильно? Да, да, да. А по поводу вот кулинарных изысков, расскажите, пожалуйста, кто же готовил вам космическую еду, кто выступал здесь мастер-шефом, расскажите. У нас были волонтеры-кулинары. Это и студенты кулинарного техникума, но и помимо этого еще помогали просто волонтеры добровольческого центра, которые при нашей библиотеке есть. И вот такой творческий порыв был направлен на создание каких-то интересных кулинарных изысков, которые, кстати говоря, были созданы по уникальным рецептам. Эта площадка... Созданным специально для этого мероприятия. То есть впервые эти блюда вообще появились на свет. Да, и эта площадка пользовалась безговорочным успехом, потому что юным нашим читателям было очень интересно посмотреть. Кстати говоря, на этой площадке не только была дегустация блюд, но и еще рассказывали про молекулярную кухню, чем питается космонавт, когда они отправляются в полет. И вот такое задание было продегустировать как раз-таки блюда. С закрытыми глазами понять, что это. Было бы интересно, да? Да, да, да. Кстати, вы угадали. Именно так мы поступили, чтобы было сложнее. Потом ребята... А это оказывается это? А это оказывается то? Никогда бы не подумал. И так вот очень интересно получилось. Слушайте, это вообще очень интересно. Я бы сама с радостью поэкспериментировала так, потому что вкусовые ощущения без зрительного какого-то контакта это, наверное, что-то другое. Вот, поэтому, да, действительно. Угадывали, кстати? Ну, где-то угадывали, где-то нет. Кстати говоря, большая проблема была с морковкой. Ее никто не угадал. Она еще была замискирована другим цветом, и даже визуально никто сразу не понял. Вот так вот, как мы обманываем... А самый полезный продукт. Наш организм, да. Вот так вот можно обмануть, опять же, саму себя, да, в какой-то степени. Так, хорошо, давайте... Ну, и, наверное, такая кульминация, да, действительно, я имею в виду не вечера, а точка в середине, это был флешмоб, да? Да, флешмоб. Можно сказать, что это как раз он был такой, самый-самый знаковым в этом мероприятии? Ну, на самом деле, конечно, мы видим, да, что по стране подобные вещи прошли 12 апреля, но в любом случае, вот этот выход в наш замечательный город, на его улице уже преобразили, уже идут субботники, уже замечательная погода. Вот, и этот день действительно подарил нам солнце, потому что, по прогнозам, там было все очень... Очень... Пасмурно. Да, пасмурно, и дождь должен быть. Но где-то вы попросили, видимо, дождь. Да, и к нашему... И утро начиналось именно так. Но когда уже, вот ближе к тому времени, когда мы должны были начинать стартовать... Звезды сложились, опять же. Все сложилось, абсолютно выглянуло солнце, стих ветер. Ну, то есть вот это, ну, какое-то такое единение с тем самым воздушным, а где-то уже и безвоздушным пространством, ничто не заменит. Давайте посмотрим, насколько масштабно была колонна, которая шла от вашего музея, так говоря, до комплекса «Самара космическая», до выставочного центра. Но прежде чем мы уйдем на сюжет, я, дорогие ваши телезрители, дорогие наши телезрители, хочу задать вам вопрос, отгадав ответ, ну, точнее, может быть, зная ответ на который, вы получите билет в кино «Киновертикаль». Кто из космонавтов произнес знаменитую фразу «Эй, небо, сними шляпу?» 202-11-22, звоните, отвечайте быстрее, билетики-то только у нас. Один на двоих, но о желающих многом. 202-11-22, раздумья вам как раз, пока мы смотрим сюжет. Мы оказались в первых рядах шестия, которое называется «Самара космос-2016». Давайте спросим у его участников, а что они знают о космической истории Самары? Вот чем Самара может гордиться по-настоящему? То, что создавались у нас мощные двигатели, то, что самарская земля встречала космонавтов, то, что у нас есть аэрокосмический университет. Да, дипломы которого очень цены на международном уровне. Колонна молодежи идет по одной из главных улиц Самары, проспекту Ленина. Прохожие машут и улыбаются, дорогу уступают машины и даже трамваи. Конечный пункт маршрута – памятник ракете «Союз». Отсюда в небо отправятся воздушные шары, с именами российских космонавтов. Авторы идеи – сотрудники областной юношеской библиотеки. Мы библиотека для молодежи. Мы данное мероприятие создали и провели для того, чтобы юность наша Самары знала своих героев, людей, которые летали в космос и открыли много нового именно в нашей стране. Для меня очень волнительно, потому что у меня Гагарин Юрий Алексеевич. И я не знаю. Это, наверное, как полет в космос его просто совершу сегодня. Поехали! Второй! Поехали! Все это часть праздничной программы – 108 минут на библиотечной орбите. Организаторы уверены, именно таким форматом можно увлечь современных школьников. Слушайте, я не знаю, как у вас, дорогие телезрители, а вот мы обсуждаем, у нас даже мурашки от такого знакового события. Действительно, так масштабно, так интересно все получилось. А у нас есть звонок, телезритель дозвонился. Здравствуйте! Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Меня зовут Олег. Олег, очень приятно. Ну, расскажите, пожалуйста, вы этот день космонавтики отметили как-то, интересно, либо работали, может быть? Работал я. Работали. Ну, что ж, я думаю, где-то в душе все равно, так или иначе, праздник был, да? Был праздник. Хорошо, ну, коль уж вы подзвонились нам, то наверняка космическая тема вам, ну, не просто так, да? Где-то в душе есть. Кто из космонавтов произнес знаменитую фразу «Эй, небо, сними шляпу». Эту фразу произнесла женщина Валентина Терешкова. Слушайте, вот так вот, да, я поздравляю вас. Немножко хотела запутать, закрутить, да, а вот так вот. Действительно, женщины, наша великая Валентина Терешкова, я вас поздравляю, билеты в кино достаются, конечно же, вам. Хорошего человека берите с собой, не знаю, любимую, быть может, друга, маму, папу, отправляйтесь наслаждаться каким-нибудь интересным фильмом. Так, ну а мы давайте с вами подводите итоги. Я так понимаю, что не только прошедшие мероприятия, да, дороги вам, но и будущие. Какие интересные мероприятия, кого ждете, когда ждете, рассказывайте. Ну, наверное, вот мероприятие, которое у нас ближайшее и долгожданное, единственное в году, самое, наверное, главное уже для сотрудников всех библиотек России, это «Библионочь». Наша замечательная в этом году, она посвящена будет теме кино «Читаем кино», слоган акции «Библионочь» в этом году, поэтому мы, конечно, приготовили много интересных сюрпризов для наших замечательных читателей, и мы их ждем 22 апреля, в 18.00 мы стартуем. Будет все это, но все-таки «Библионочь» будет это достаточно допоздна, вот, поэтому с удовольствием приглашаем. Ну, и поскольку уже подводим итоги, несколько слов хотелось бы сказать о том, что любое мероприятие в нашей библиотеке и то, о котором мы сегодня говорили, посмотрели сюжеты, мы нацелены прежде всего на то, чтобы каждому молодому человеку дать возможность, ну, может быть, или стать такой площадкой для него для развития социальной мобильности, да, чтобы он смог задуматься о том, кем ему стать в будущем. Мы увидели сегодня вот эти замечательные шары, эти горящие глаза, может быть, кто-то захочет стать кулинаром, может быть, кто-то захочет стать космонавтом, может быть, кто-то захочет стать ученым и создавать вот все эти замечательные технические активности, которые были представлены у нас. Ну, и, в общем-то, на «Библионочь» мы продолжим, наверное, заниматься этим же. Мария Владимировна еще добавит. Ну что, я могу, наверное, сказать, что читайте книги, приходите в библиотеку, с нами реально весело. Вот так вот, да, на этом действительно должны были закончить сотрудники библиотеки. Читайте книги. Спасибо вам большое за мероприятие, которое вы организуете, которое проводите, и спасибо вам за тот вклад, который вы вносите в нашу самарскую молодежь. Что ж, ну а мы следом ждем к нам в гости музея имени Алабина. Что они нам расскажут? Узнаем после сюжета. Награда из первых рук. Самарский школьник Рамиль Бахтеев получил памятную грамоту от Олега Каноненко. Мальчик предложил идею эксперимента, посмотреть, что будет, если надуть мыльные пузыри в космосе. На орбите опыт был проведен. Что будет с мыльным пузырем, если надуть его в космосе? Я получил за вопрос первое место. А за рисунок получил второе. Для Рамиля это один из первых шагов в направлении космического будущего, что в Самаре вполне оправдано. Город, который в освоении космоса сделал больше, чем весь остальной мир, вместе взятый, достоин того, чтобы быть признанным лидером в отрасли. А те, кто своим трудом обеспечивал развитие ракетно-космической промышленности в разные годы, в День космонавтики собрались в этом зале. Видно, что на самарских заводах есть преемственность поколений, а значит, стратегически важное дело в надежных руках. Космос, освоение космоса, история космическая, полет Гагарина – это все, что напрямую связано с самарской землей. Мы строим, и это будет новая страница освоения космоса – в Восточной, в Ваговещенске, в том конце, но когда вот со всеми данными прилетами, там постоянно, постоянно на каждом шагу звучит Самара. Высшие государственные награды вручаются сотрудникам предприятий, которые уже много лет выполняют космическую миссию на Земле – от первой ракеты до нынешних стартов. 1857 запусков самарских ракет – это число можно было бы занести в Книгу рекордов Гиннеса. Самара на сегодня единственный город, где собирают ракеты для пилотируемых полетов на орбиту. Космонавт Олег Кононенко не без гордости говорит о значении города, который направил его на стартовую площадку. Сегодня он стал обладателем знака отличия за заслуги перед Самарской областью. В Самаре можно уже, наверное, как-то официально пробивать статус космической столицы России и делать, быть лидером проведения праздника 12 апреля по России, брать все это в свои руки, потому что здесь действительно целый хуст предприятий, которые работают на ракетно-космической отрасли. В торжественной обстановке Олег Кононенко зачитал приветствие от начальника Центра подготовки космонавтов. Юрий Ланчаков в подарок Самаре передал ювелирную композицию «Духовная высота», модель спутника, внутри которого стартовый ключ космодрома, уменьшенные копии православного креста и олимпийского факела, предметов, оригиналы которых побывали в космосе. А этого человека зал приветствовал стоя. Генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кириллин стал почетным гражданином Самарской области. Регалии вручены под звуки гимна. Мы в мире сегодня обеспечиваем треть до тридцати процентов всех кусковых компаний. Мы регионам обеспечиваем больше, чем все Соединенные Штаты Америки кусковых компаний, не говоря уже о Европе и всех других странах. То есть мы с вами жалеем уникальными регионами. Статус уникального региона Самарская область сохранит еще надолго. Время больших космических проектов только начинается. Перспективы человечества сегодня немыслимые, без дальнейшего проникновения в тайны Вселенной. Космос, наверное, всегда будет интересен, потому что тайны его безграничны. Что ж, вот и музей Алабина тоже об этом задумался и сделал очень интересное мероприятие под названием «Космос. Мода. Черный кот». Согласитесь, название интригует. Что же было, что же происходило, узнаем сейчас как раз из первых уст. Итак, вам представляю вашему вниманию Тамара Васильева, заведующая отделом музейной педагогики. Музей имени Алабина. Здравствуйте. Здравствуйте. Рядышком расположился Артем Доценко, научный сотрудник музея имени Алабина. Кандидат исторических наук, так понимаю, да? Вот так вот. И автор идеи, можно сказать. Что ж, рядышком со мной модели мероприятия. Наталья Пипченко, студентка Самарского государственного колледжа сервисной технологии и дизайна. Здравствуйте. Что за модель, почему модели появились на этом мероприятии, тоже расскажем. Ну и напротив меня практически Елена Струг, гид туристической компании, тоже модельное мероприятие. Здравствуйте, Елена. Рассказывайте, что же за необычное мероприятие скрывается под таким названием, экзотическим. «Космос. Мода. Черный кот». Впервые мы решили немножечко нетрадиционно подойти к вопросу освоения космоса. Все знают Гагарина, все помнят клич «Поехали». И до сих пор в учебниках мы видим портреты, но очень редко мы видим настоящие подлинные вещи из фондов музея, которые принадлежали космонавтов или как-то связаны были с этим родом деятельности. Мы очень мало на самом деле сегодня знаем о том, что творится в космосе с теми людьми, которые ограничены от Земли. Они в одиночестве, они в изоляции. Им страшно? Или они находят возможность повеселиться? Самые интересные моменты – то, как эти люди живут. Что они делают? Ну, например, даже простое письмо. Чем писал его первый космонавт? Как он мог писать в космосе? И практически каждый первый ученик не может ответить на этот вопрос. Никто не догадывается, что шариковые ручки не пишут в космосе. Я так понимаю, да? И это правильно? Привет, молодец. Если бы был конкурс, вы бы получили первое место. Так вот, мы показали не только фондовые вещи. Была разработана интерактивная программа, которая по сей день действует. Она на три недели рассчитана, и группа школьников ходит. Но в то же время мы решили заинтересовать их немножко новым образом. Ведь каждый второй ребенок, не будем говорить каждый первый, а каждый второй, он, к сожалению, не осознает, какой была жизнь у бабушек и даже у мам. Он другой, он живет в другом мире, в мире гаджетов и новых технологий. Для него очень просто услышать с другого конца света близкого человека. А ведь когда-то это было почти невозможно. И первые секунды связи с Гагарином, ведь не было связи. Сколько нервных ожиданий, да? И что же происходит дальше? А ведь обычные люди на Земле тоже ждали. Каждый сидел, скрещивал пальцы и думал, что будет. И вот это все выразилось в целой эпохе. Эпохе, которая родилась как раз из космического освоения. У нас появляется новая мода. У нас появляются новые интерьеры в квартире. У нас появляются совсем другие новые слова в речи людей. Как это все показать? Да даже фильмы советские того периода нам очень яркие картинки дают. Наконец-то буйный, бешеный полет фантазии. Мы занимаемся в том числе и коллажированием. Коллаж, когда мужчина создавал для себя портрет идеальной девушки. Глаза от одной журнала, нос от другой, губы от третьей. Артем Михайлович, какой фильм? Карьера Димы Горина. Вот видите как. И вот примерно то же самое происходило на мастер-классах. Единственное, что мы сделали два сеанса. Наше мероприятие «Космос моды Черный кот» проходило двузначное. Первое для младшего поколения, второе для тех, кто постарше. Я так понимаю, что программа тоже немножечко... Программа немного менялась, и сложность ее упрощалась. И восприятие было другим. Для младших детей у нас были выпущены специализированные календарики, которые получил практически каждый посетитель музея в этот день. Они вышли малым тиражом. Это наши подлинные фотографии подлинников в коллекциях музея. Наш Бион-11, на котором летали обезьянки. Наша Спидола, через которую в то время можно было услышать музыку. И даже вот эти маленькие пупсы с изображением космонавтов очень резко настраивали в большой-большой плюс маленьких посетителей. Они сейчас стоят в витринах, и их можно посмотреть в по сей день. Сколько вопросов. А самый большой вопрос возник с фотографией. Потому что самая яркая картинка, получившаяся на мероприятии, это реконструкция комнаты 60-х. Там у нас с вами и сервант, и музыка, специализированный телевизор того периода. Ну и, естественно, фотоаппарат «Зоркий» – один из множества фотоаппаратов в коллекциях нашего музея. Этот фотоаппарат 50-х. Но в 60-е они точно так же были вхождения. Именно на такие фотоаппараты тогда производилась съемка. А также, если мы говорим о нашей моде, и тут я сейчас передам слово Артему Михайловичу, были использованы журналы, но в том числе могу похвастаться, журнал «Моей семьи», да, обложка. И те, которые производились в виде подборки библиотекой нашего музея. Ведь мы храним все эти журналы, они 60-х лет, но они есть у нас, их можно увидеть в музее. Отсканировали моду не только взрослую, но и детскую. Поэтому на страничках нашего небольшого буклета, посвященного этому празднику, была отражена одна из площадок – именно показ мод. В музее были сшиты костюмы по лекалам того времени, и для деток мы показывали обычный вариант представления, как это было с описанием, принципом покроя одежды. Но подробнее расскажет, конечно, Артем Михайлович. Артем, да, вам слово тогда. Почему именно мы решили показать моду? Ну, мода движет всем. Мода – стиль. 60-е, конечно, не исключение. И 60-е, как не знаю, что лучше, такая эпоха, которая передает вот этот весь, все краски, всю вот эту новизну, которая пришла именно после освоения космоса. Вот это освоение космоса, идея, она как бы, ну, дала толчок всем дизайнерам одежды к конструированию новых фасонов. Плюс в индустрии моды вмешалась и химия, техника, технический прорыв. Появились синтетические ткани. Капрон, нейлон, баллонья. Кстати, говорят, дрожжение нейлона, по-моему, сегодня. Вот если я не ошибаюсь, сегодня прочитала о новостях. Вы представляете, да, был открыт именно в этот день. Вот, и поэтому появляются разноцветные ткани. И постепенно, постепенно, вот этот, перейду на профессиональный нью-луковский стиль, который зародился еще в 47-м году крестьянам Диором и пришедший в СССР только в конце 50-х годов. Это можно вспомнить по костюму Людмилы Гурченко в карнавальной ночи, пышная юбка, осиная талия. И постепенно в 60-е этот стиль стал вытесняться стилем Шанель, пришедшей с запада. Платье постепенно, постепенно, и, как я всегда говорю, как бы вслед за космическими кораблями, стремящимися к звездам, платье, длина платьев стала подниматься вверх, выше колен. И постепенно так дошла до мини, которая тоже появилась в 60-е годы. Вот мы как раз видим, да, фотографии из показа. Да, да, да. Это прям был настоящий показ. Это участницы нашего конкурса, потрясающие не только персонажи, но и специалисты. Им пришлось проделать серьезную работу, поднять лекало или в некоторых случаях заглянуть в свой родной шкаф. Ну, здесь тут мы показываем стилях. Это как бы неотъемлемая часть 60-х годов. Девушки и юноши на кадрах на самом деле большей части участники конкурса, который был объявлен музеем. И в итоге мы получили прекраснейших моделей, две из которых сегодня с нами. Вы их чуть попозже еще разочек увидите. Платья шились, а в некоторых случаях передавались по наследству. Это само по себе здорово. А также мы могли потанцевать, мы могли с вами собрать свою картинку. Ну и наконец, что мы там делали? А мы выпиливали лобзиком, потому что это было увлечение повальное практически всех. Оказалось, что макет ракеты, маленькой ракеты, у Ницели у нас в основном девчонки, им было так интересно, девочки в красивых платьях, в кринолинах практически. Они занимались мощным выпиливанием, и каждая ушла с ракеты. Еще почти каждая первая пообещала дома ее разукрасить. Между прочим, в советское время это было обязательное занятие не только мальчиков, но и девочек. На работах, на уроках труда заниматься выпиливанием лобзика. Но это было интересно. Кстати, говорят, сейчас День космонавтики, но может быть и не сейчас, может он всегда был очень интересен для молодежи. Почему-то этот праздник очень любится молодежи, и это только на радость. Молодежные акции прошли в нашем городе во многих местах, да, разные организаторы, но всех объединяла одна и та же цель. Это все-таки любовь, наверное, первая к родине, подрастающего поколения. Поэтому давайте посмотрим, какие молодежные акции прошли 12 апреля в нашем городе, а после вернемся в студию и еще раз просим, что же интересного было у вас 12 апреля. Первый космический флешмоб прошел в 2011. Тогда на площади добровольцы выстроили фигуру Самара Космос 50. Сейчас на площади уже 2016 человек. Мы спросим, в каком они настроении? Девушки, как настроение? Отличные! Все супер! Расскажите, как долго готовились к сегодняшнему мероприятию? Ну, наверное, неделю точно готовились устраиваться в эти буквы. Ну, в общем, все супер! Перед тем, как выстроиться в огромные буквы, добровольцы запустили в небо сотни воздушных шаров. Идея самая главная заключается в том, чтобы мы через поколение, через тех ребят молодых, которые сейчас растут, кто-то подрастает, сейчас школьник тоже, но это тот формат, который позволяет передать главные, главные исторические, главные события космической отрасли. К космическому флэшмобу самарские студенты готовились больше месяца, репетировали по несколько раз в неделю. Труд даром не прошел, участники флэшмоба четко выстраивались в буквы. С высоты почти в 500 километров спутник «Ресурс-П» снял надписи «Самара-55 космос», «Россия-2016 космос» и «Самара-2018 футбол». Флэшмоб проходит не только на площади Куйбышева. Мы находимся около музея «Самара-космическая». И здесь несколько сотен школьников уже готовы поднять голову вверх и улыбнуться космосу. И отпустить вот такие шары с символикой Гагаринского года. Это всероссийская акция. То же самое сейчас делают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах России. «Самара» присоединилась к акции «Роскосмоса. Подними голову». На площади возле музея «Самара-космическая» появилась инсталляция с пусковой кнопкой. От ее нажатия ракета, конечно, не взлетит, но специальный счетчик покажет, сколько самарцев здесь побывало. Рядом проходит показательное выступление авиамоделистов и шоу воздушных змеев. На сцене зачитывают послание потомкам. Его поместят в капсулу, открыть которую должны на столетие полета Гагарина. И кульминация праздника. В небо улетают три тысячи шаров. Как и положено около ракеты, даем старт. И мне кажется, этот старт удался, потому что гордость за город. Внутреннее ощущение своей глубокой причастности к этому празднику присутствует, мне кажется, у всех, кто сегодня здесь с нами, на этой площади. Желание быть первым, оно, наверное, сподвигло нас на очень многие подвиги. Все пилотируемые аппараты, которые сегодня взлетают, они взлетают именно благодаря самарцам. Потому что в Самаре сегодня делают все самое лучшее. Ко дню космонавтики подарок ждал и филателлистов. Вышла в свет специальная серия почтовых карточек и конвертов в честь 55-летия полета Гагарина. Сегодня на РКЦ «Прогресс» их гасили уникальным штемпелем с изображением ракеты. Свой автограф оставил и ветеран ракетостроения Николай Иванович Казаков. Он один из тех, кто помнит, какая атмосфера была в стране в апреле 1961 года. Весь народ ликовал. Это был праздник. Люди друг друга обнимали. Радость была, ну, как вам сказать, выше края. Таких космических карточек в Самарской области всего 300 штук. Конвертов больше 100 тысяч. Что ж, универсальный формат, напоминаю, у нас в гостях музей имени Алабина. Рассказывают о мероприятиях, которые они хотели посмотреть на космос. Ну, под другим углом, да, под другому отметить космонавтики. Но так или иначе, все равно ту эпоху затронули, ту эпоху вспомнили. Мало того, еще и познакомили пришедших на это мероприятие. Так, ну вот как раз девушки нас тоже сейчас знакомят. Прямо сейчас знакомят с той эпохой, эпохой 60-х. Расскажите, пожалуйста, как вообще решились принять участие? Я так понимаю, что был даже практически целый кастинг, конкурс, куда вам необходимо было прислать фотографии. Наталья, расскажите. На самом деле у меня началось все нестандартно. Я пришла попробовать, как волонтер, просто сняться. Но вот как-то в ходе мне предложили поучаствовать в конкурсе. И я занялась созданием образа, как для меня, я считаю, легендой. Это мое платье, это повтор образа Одри Хэбберн 1961 года. Это фильм «Завтрак у Тиффани». Платье сшито на заказ полностью, закрыла ткани. То есть это не у тебя, как вы говорите, в шкафчике отыскали? Да, у меня полностью сшито на заказ по моим меркам. Все, как у нее, всего того крови. А как долго шили? Как долго готовились до конкурса? Дело в том, что вот как я сперва искала наряд, а потом все-таки решила создать. И поэтому мое платье сшито буквально за шесть дней, за пять-шесть. Да, мы очень торопились. Да, действительно, им большое спасибо. Да, мы все это сделали, мы смогли. Вот, участие в дефиле было такой, знаете, ажиотаж какой-то. Очень было интересно окунуться вот в то время. Большое спасибо, что нам дали такую возможность. На самом деле, этот стиль, у них он был простой, но с таким вкусом, что вот этот вкус охота окунаться. И это платье я ставлю для себя, для дальнейшего. Я хочу его носить. Для дальнейшего используем. Да. Конечно, все-таки классика, она вечна. Классика, это да, классика. Хорошо. Елена, расскажите, пожалуйста, вы свою историю. Это платье. Как создавалось? Либо, может быть, нашли в сундучке? Да, это платье, можно сказать, из сундучка. Когда я узнала про конкурс, я вспомнила, что у нас сохранилось платье моей мамы. Это подлинное платье, купленное в 1963 году. Вот, и оно использовалось по назначению в то время. И захотелось поучаствовать в конкурсе, ну и продемонстрировать действительно моду, почувствовать себя такой барышней, воздушной девушкой. Я прям представляю вас, цокая каблучками по асфальту, держа в руках мороженое, рожок, да? Вот что-то такое. Да, сделать прическу высокую, как ходили в те времена, и действительно почувствовать себя девушкой и барышней немножко. Хорошо. Конкурс. Ну, конкурс подразумевает какое-то судейство, какие-то места. Какие критерии были оценки? Конкурсная основа была достаточно серьезной. Во-первых, все костюмы или платья должны были соответствовать тому периоду. Во-вторых, мы не ограничивали возраст. Это мог быть детский костюм, это мог быть мужской или женский костюм. В-третьих, он ограничивался только рамками времени. В-четвертых, мы должны были получить фотографию, по которой мы сначала делали базовую оценку. Если по решению комиссии человек проходил первый этап, он приглашался к нам на дефиле. А после дефиле у нас будет еще третий этап. Хоть первое, второе, третье место мы уже определили на сегодня. У нас будет еще приз зрительских симпатий. Голосование буквально завтра откроется в группе ВКонтакте в музее Алабин. Вот так вот. И тогда уже на ночь в музее, 18 мая, мы пригласим наших победителей и вручим им награды от музея. А пока на руках у них сертификаты на получение этих наград уже 18 мая. Соответственно, это двухступенчатый конкурс. И в первую очередь он был посвящен популяризации образа 60-х и возможности, наверное, лучше понять своих близких. Ведь еще раз мы вернулись домой к маме или к бабушке. Поговорили с ними, что-то вспомнили. И получается так, что, наверное, одной из основных целей было не только показать этот период, а дать возможность близким людям опять оказаться, пускай на несколько минут наряду. Хорошо. Да, действительно, мода была. Я еще знаю, и вы нам сказали, что была площадка быт советского человека. Расскажите, пожалуйста, о этой площадке. Ну вот именно эта площадка у нас и входит в третий этап конкурса, потому что именно в пределах площадки советской квартиры у нас происходила фотосессия профессиональная, где все наши модели, пришедшие на конкурс в дресс-коде 60-х годов, могли сфотографироваться. И уже потом все эти фотографии будут выложены в социальную сеть, и путем обычных лайков будет определен победитель, кто набрал большее количество. Советская квартира. Почему именно мы решили реконструировать, сделать такую площадку? Дело в том, что 60-е опять-таки это уникальный период по созданию нового быта. Так же, как и в моде, вот с этой в то же время и красочностью, и сложностью, но в то же время и простотой, эта простота перешла и на советский быт, на быт квартиры советского человека. Появился вот этот весь минимализм в материально вечной насыщенности быта. Столики стали низкие, кресла стали приземистые. Все стало такое не обтекаемое, как в 50-е и 40-е годы, а остро угловатое, как бы символизируя ракету. Опять же, везде. Тайный смысл, подтекст. И поэтому мы, используя предметы фондов музея, которые хранились у нас, предметы из личных коллекций, мы соорудили небольшие с помощью наших музейных щитов такие как бы пределы стен, стен комнаты и наполнили это пространство вот этими оригинальными вещами 60-х годов. Вот лично я принес стол 60-х годов и журнальный столик. Все, вам спасибо большое за участие в передаче нашей. Я так понимаю, что очень много интересных событий, очень много интересных мероприятий еще будут происходить. Все на сайт, все в группу ВКонтакт отправляем вас опять же, ну, так как время нашей передачи ограничено. Спасибо вам, поздравляю еще раз с прошедшим праздником всех, кто принимал участие, да и просто всех нас. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова